Качановичи – тихая, неприкметная вёсочка на карте Полесья. Сегодня этот населенный пункт наличивает у себя господь сотни жихоров. Миколай Качановский – один выходец в вёске. Тягом 15-ти годов этот необъяковый до историчного минулого человек ведет работу по узнавлению историчных свеченев об своих протках. На счеток Пинской шляхты ведет информацию об девяти поколениях по линиях мати и батьки. Александр Качановский был писарем городским в 1600 году. Василий Качановский был в Пинской городнице, это была очень высокая должность, управлял в 1616 году. Потом Иосиф Антонович Качановский, полковник, участвовал в выборах польского короля в 1764 году. История – это то, что завсюду цикавило Миколая Качановского, про чем минулое не только своих родичей, а и соседних населенных пунктов. По одной из версий Миколая, тут побоч с Качановичами на месте этого яру, Калитрохстагодзе утомо и сновал населенный пункт, який сегодня полностью стерт из твара земли. Мы находимся в рочи, что называется Харомля. На этом месте Харомля была когда-то деревня Протасовича. И она, по одной из версий исторических, исчезла из земляного провала. Стало только провал, стало озеро, и все дома здесь погрузились в воду, в пульпу. И, как сказали люди, сказали, что все люди спаслись во время этого происшествия. Но животные погибли, свиньи, лошади, коровы. Одна из любимых справ Миколая Качановского – пчалярства. Говорит, это не просто сродок прибытка, а справа у всего життя. На Батьковском подворке Каляпау сотни вулев. Сейчас мы узнаем, живы ли мы и пчелки тут, послушаем. Есть, шумят, можно закрывать. Ждут весны, чтобы за медом полететь. На подворку Миколая Сопраудный музей под открытым небом. У экспозиции, кроме пчалярских прылат, шматликие предметы стародавнего поляшутского побута. У центра – головный экспонат. Здесь я воссоздал такую композицию, как когда-то защищали мед, колоды от медведей нашей поляшуки. Такие были защитные сооружения. Вешали четыре колоды, пять, возле дерева сосны или дуба. И они мешали им забраться, медведей не мог объять сосну, чтобы зацепиться. И потом пытался отбросить ее в колоду. Чем сильнее она отбрасывала, тем сильнее она ее убила и ударяла. Заховать подых историей родных местин – такая мыта у Миколая Качановского. И он выполнен, без ведения минулого не льго продубачить будущее. Мария Кобец, Алиса Григорчук, Александр Задьяченко, Телерадио, компания «Брест». Продолжение следует...